Шалом, с вами Рафаэль Перский, познавник любопытческого арабии короля Машиаха и хасидский взгляд. Мы, родители, очень хотим и думаем, как, видим во сне, как наши дети, как наши дети, кем они станут, и мы представляем их, что они, у каждого свой сон есть, у каждого свое желание, у каждого своя мечта, какими они будут, но совпадают ли наши сны с мечтами наших детей? Часто такое бывает, что они не совпадают, и мы начинаем обижаться. Я хочу тебе добра, почему ты меня не слушаешь? Послушай меня, этой дорогой она к добру не приведет. Куда ты идешь, куда ты поступаешь, зачем тебе быть тем-то и тем-то, не знаю кем? Слушай папу, слушай маму, я тебе плохого не посоветую. Эти разговоры у нас постоянные, постоянные, постоянные. Но в нашей неделе на гавиттере, Яков, братец наш, учит нас, как нужно направлять своих детей. Яков, пришло время умереть, умирать. Хотя написано, что Яков не умер. Но как бы на наших глазах это произошло, как бы Яков ушел, как говорится, из этого материального мира. Теперь 12 сыновей собираются, прощаются с папой. И папа их благословляет. Папа их благословляет. Но Рэвит спрашивает вопрос, почему Яков не сказал одно большое благословение? Как мы привыкли, будь первое, второе, третье, я тебе желаю быть здоровым, чтобы у тебя было много денег, хорошие дети, хорошая парноса, хорошая работа, удовольствие, хорошие приключения в твоих путешествиях. Так, благослови так всех 12 детей, и все. Нет, Яков благословляет каждого в отдельности, и каждому говорит особые вещи. И даже первые три брата, Рувен, Шимон и Леви, получают по голове. Получают по голове. Но, вы думаете, это было просто, как говорится, чтобы дать им по голове? Нет, это было своего рода благословение. Это было благословение для этих детей. Взять, например, Леви. Он получил с Шимоном по голове за то, что они уничтожили всех жителей Шхема. Их ярость, их ненависть. По большому счету, действительно, они должны были прийти с Яковом поговорить, посоветоваться. Нет, они приняли решение за то, что обидели Дину, поиздевались над Диной, они решили убить всех, всех жителей. Яков говорит им, ваша ненависть, она плохая, она неправильная. Ваша честность и ваша прямота, она привела к плохим результатам. И что происходит? Кто такой был Леви? Леви. И Яков его назначает главным духовным руководителем всех колен. Яков сам увидел, что качества у Леви, они прямой, смелый, решительный. И эти качества как раз таки хорошо используют для того, чтобы быть руководителем еврейского народа. Не королем, потому что король это Иуда, но руководителем, духовным руководителем этого еврейского народа. Потому что с Торой, она доскональная, досконально касающаяся всех-всех тонкостей. Нужно быть очень-очень аккуратным и педантичным. И в этом он увидел, что Леви как раз таки есть у него эти качества. Кто вышел из Леви? Моисей, Арон Акоин. Они были из колена Леви. Поэтому самое главное, что Яков увидел в этом колене и дал этому правильное направление. Дал этому выражение, именно личное выражение вот этих качеств Леви. Возьмем, например, другое колено. Колено Звулуна. Каждый еврейский отец и каждая еврейская мать, она хочет, и они хотят, чтобы дети учили Тору. Чтобы они были, это называется, шпиц. Да, на вершине изучения Талмуда, Гмары, Хаседута. Чтобы говорили, ой, ваш сын, он гений, он гений. И что происходит, Яков говорит, свое благословение, дает благословение Звулуну, быть бизнесменом, быть бизнесменом. У тебя будут корабли, ты будешь ехать, и у тебя будет удача в продаже, в купле, в бизнесе. Это не значит, что Яков ему сказал, знаешь что, все Торамицвод, тебе, как говорится, не нужны, живи, как ты хочешь, только приноси деньги. Нет, конечно же, еврейская жизнь, еврейская начинка, конечно же, была у этого колена. Но особенностью этого колена было то, что они чувствовали. Знаете, есть человек, бизнесмен, он чувствует прибыль. Он умеет это организовать, он умеет привести это, он умеет из любой вещи сделать деньги. И поэтому колена Звулуна, они приносили парносу, они приносили деньги, и кого они содержали. Как раз таки колена Исахара, которая отличалась как раз таки тем, что они сидели и учили Тору. Они сидели и учили Тору, то есть наше еврейское общество, мы должны поддерживать друг друга. Кто-то особенный в этом, в зарабатывании денег, зарабатывай, поддержи тех, кто учит Тору. То есть часто бывает, вот пусть все идут работать, да нету равенства, нету равенства, у нас как раз таки нету. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Понятно, что весь еврейский народ должен соблюдать заповеди, учить Тору по мере, насколько они могут это сделать, насколько у них есть духовные силы. Есть люди, которые могут учить Тору по 12-14 часов, а есть, которые не могут. Хорошо, учи час, учи полчаса, будь связаны эти полчаса, молись, все. Но каждый есть определенное качество. И поэтому Яков как раз таки увидел эти качества у каждого из своих сыновей. И нам то же самое. Нам нужно не свои мысли, не свои несбыточные какие-то желания передавать своим детям, чтобы они как раз таки добились. То есть, я хотел быть врачом, я не хотел, но просто, я хотел быть врачом. Вот мой сын, я ему помогу, я ему заплачу за учебу, я его буду толкать, чтобы он был врачом. А он не хочет быть врачом. Ну, это прекрасно, врач это прекрасно. Но он не хочет быть врачом, а он хочет быть геологом. Или он хочет сидеть и учить Тору. Дайте детям своим выразить самих себя. Ваше дело увидеть это и поддержать, и направить в правильном, в хорошем русле. Вот это самая главная наша задача родителей. Направить своих детей. Не воевать с ними и не говорить, я тебе сказал. Вот видишь, у тебя не получилось. Да не надо по-хорошему, с любовью. Единственное, что будьте с детьми ВКонтакте. Поймите их, изучите их, смотрите на них. И определите, что он хочет. И помогите ему выйти это. Самое главное выразиться в правильном, в хорошем направлении. И тогда все у него будет. И он будет связан с Богом. И он будет учить Тору. По мере своих сил и возможностей. Но он будет. Он не будет воевать. Дайте ему выразиться. И то же самое, как известная история. Раби Элизар бен Гаркунас был такой большой мудрец Торы. У него был отец. У него был отец. Очень богатый человек. Земледелец. И у него было очень много земли. Когда он состарился, он разделил землю между своими детьми. Ну и Раби Элизар ему сказал. Он тогда был просто Элизар. Он говорит, папа, я хочу учить Тору. Я хочу учить Тору. Мне не нужна эта земля. Мне не нужно это богатство. Отпусти меня. Отец говорит. Ты что, с ума сошел? Я тебе дал столько земля. Ты еще имеешь ко мне какие-то претензии. Раби Элизар убегает от отца. Поднимается в Иерусалим. И приходит Йоханан бен Закай. Начинает учиться. Он практически ничего не знал. Все с нуля. Учился чуть ли не 2,4 часа в сутки. И Раби Элизар увидел, что это особенный человек. Особенное качество. Особенный талант. Он это все очень быстро освоил. И отец его, в буквальном смысле, очень сильно на него злился. Гаркунос. И он его хотел лишить наследства. Но потом он соскучился по сыну и думает. Поднимусь в Иерусалим, посмотрю, чем он там занимается. Может быть, он раскаивается. И он вернется обратно ко мне домой. Короче, он поднимается в Иерусалим. Заходит в Ешиву, Раби Йоханан бен Закай. И Раби Йоханан бен Закай зовет Раби Элизара и говорит, скажи слова Торы. И Раби Элизар бен Ганкурнос начинает говорить слова Торы. И тут отец сидит. И у него начинают расширяться глаза. Он видит большого святого мудреца Торы, который живет этим. Это прямо является его внутренностью и знания, которые выходят от него. И ту энергию, которую он дает слушателям, он был поражен. Конечно же, он понял свою ошибку. Он понял и вернул наследство своего сына. То же самое, как Раби Зуша. Раби Зуша, известнейший праведник, хасидский праведник. Раби Зуша, он сказал, что через 120 лет, когда его душа поднимется на небеса, у него не спросят, почему он не был Моисеем, или почему он не был Аароном, или почему он не был Давидом Мелехом, королем Давидом. Спросят у него, почему ты не был Зушей. Потому что каждая душа, которая спускается в этот мир, у нее есть место, у нее есть функция, которую он должен выполнить. Шелихуд, посланничество Бога, поднять, осветить часть этого мира, родить тех детей, которые должны родиться, создать ту семью, заниматься тем делом, которое Всевышний в него вложил уже качество для того, чтобы он это делал. Самое тяжелое для человека – это заниматься вещами, даже пусть у него будут прекрасные финансовые положения, квартира, все. Но если он чувствует, что он хотел что-то другого, это всю жизнь он несчастный, всю жизнь. Поэтому еще раз дайте своим детям улыбку, поддержку. Идите вместе с ними. Единственное, что вы должны их направить, вот эти качества, которые у них есть, определить их, поддержать их и хвалить их за успех. И направить в доброе русло, в еврейское русло, в правильное русло. И дай Бог, чтобы наши страны, они прошли даром. И каждый получил от Всевышнего правильные мысли, правильные глаза видеть это, правильные слова сказать это. И дай Бог, чтобы мы и наши дети, в конце концов, выполнили то, что от нас Всевышний хочет. И самое главное, чтобы мы помогли Всевышнему облагородить этот мир и привести этот мир к полному окончательному освобождению. Ихи Идонейну, Морейну и Раббейну, Мелых המשיח, леולם ваид.